Выпуск посвящается человеку, который прошел огонь и воду, посвятив себя идее. Не секрет, что чеченские криминальные деятели, массово появившиеся на постсоветском пространстве в 90-х, получали неоднозначную оценку в сложившейся воровской иерархии. Иногда законники славяне их просто не признавали, иногда вступали в прямые конфликты, если было что делить. А вот Хусейн Слепой, Хусейн Саипеевич Ахмадов, стал общепризнанной и всеми уважаемой легендой криминального мира. То ли благодаря тому, что был коронован еще до распада Союза, то ли из-за многочисленных ходок. Родился этот человек 6 июля 1966 года. Его родители, имевшие чеченское происхождение, прошли страшный советский опыт депортации. Отец побывал таким образом в Сибири, а мать в Казахстане. Но на момент рождения Хусейна и других детей семья жила уже в Грозном. Первое знакомство Хусейна с миром за решеткой произошло очень рано, всего в 14-летнем возрасте, когда подросток, явно глупой и забавой ради, с таким же несовершеннолетним другом совершил мелкую кражу в магазине. По сути, не сама-то кража определила его воровской жизненный путь, а то, что за нее он попал в места отбывания наказания. В те годы малолетка для несовершеннолетних преступников была не особо отличимой по суровости правил тюрьмы от зон для взрослых людей. А Хусейн Ахмадов умудрился еще и нарушать дисциплину. Из-за этого, вместо возвращения в обычную жизнь и окончания школы, он полностью отсидел три года на георгиевской спецмалолетке, за которой впитал всю этику воровского мира. Вор в законе Хусейн слепой. На зоне он с тех юных лет старался избегать работы и часто демонстративно вступал в отрицал его. То есть противоречил надзирателям, за что попадал в ШИЗО и несколько раз переводился в другие СИЗО. Такая принципиальность и воровская гордость были примечены старшими в иерархии уголовниками. И в 1985 году в Пятигорском СИЗО «Белый лебедь» в возрасте 18 лет он получил титул воров в законе. Конечно, 18-летнему чеченскому парню этот титул достался непросто. Это было что-то вроде аванса от Джамала Тбилисского. Субтитры создавал DimaTorzok Инических средств. Попробовал давно, пытался бросать или переходить на более легкие наркотики. Однако, ближайшее окружение Хусейна заверяет, что наркоторговлей вор в законе, никогда принципиально не занимался и даже никогда не переносил с собой какие-либо вещества, чтобы не попасться. То есть при каждом задержании наркотики были не его, а подброшенные с целью найти повод к задержанию. Кстати, один раз его задерживали еще и за нелегальное хранение оружия. Если бы по какому-либо эпизоду жизни Хусейна Слепого стали снимать фильм или писать книгу, то весьма интересным был бы сюжет, связанный с Калинеградом. Это город, где Ахмадов нажил в себе немало неприятностей, но возвращался в него снова и снова. А началось все с того, как в 1999 году, выйдя после очередного срока, Хусейн оказался в Калинеграде на воровской сходке и весьма неудачно. Собравшихся накрыл СОБР. Было несколько убитых и сильно избитые, в том числе был жестоко избит и сам Ахмадов, якобы за сотрудничество с чеченцами в чеченской войне. Ходя к войне, он вообще не причастен. Он всегда заявлял о своей аполитичности и вообще в этот период отбывал один из своих сроков. А еще несколько криминальных авторитетов задержались с наркотиками, опять же, вероятно, с подложенными. Правоохранительные органы Калинеграда категорически не хотели видеть в городе крупный криминалитет и совершали все законные и не очень шаги, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы кто-то из воров в законе действовал там постоянно. Да вот только Хусейн Сейпиевич ездил в этот город не по темным делам, а по любви. В этом городе он встретил девушку, на которой так и не женился, поскольку семейную жизнь в официальном браке воровские традиции, чтимые слепым, не позволяют. Эта девушка и ее мать были совершенно непричастны к криминалу, однако натерпелись из-за Хусейна больших неприятностей. Им обеим угрожали. Взамен на их безопасность требовали, чтобы Ахмадов убрался из города и так далее. Самого Хусейна еще пару раз сильно били. Суд запрещал ему покидать пределы Москвы, так как это город его прописки. Его буквально под конвоем сажали в самолет в аэропорту Калинеграда. О том, где на данный момент пребывает вор в законе Хусейн Слепой, СМИ не пишут, а глазку получило только дело о задержании с наркотиками в 2017 году. Ну и наконец, что касается псевдонима, Хусейн Ахмадов действительно имеет плохое зрение, врожденную близорукость и слепоту на один глаз. Из-за этого носит очки, которые придают криминальному авторитету неожиданный интеллигентный облик, из-за которой, собственно, он и получил свою кричку. Прошу написать свое мнение в комментариях про этот ролик и дать трезвую оценку проделанной работе. Также обязательно напишите, про кого бы вы хотели увидеть следующие сюжеты. Благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим палец вверх. Ролик озвучивал Вреж, а подготовил его Рза Ибрагимов. Продолжение следует...